Субтитры сделал DimaTorzok Внимание, внимание! К нами получены сведения, что этот город со дня своего основания опирается на поддержку иностранного государства. Замечено, что об этой поддержке почти никто ничего не знает. Задача за одну минуту расследовать это дело и определить, какую роль в нем сыграл некий Карагай. Повторяю, Карагай. Русский по происхождению уроженец Пермской области. А также советский гражданин Бокщанин, фотография которого может навести на правильный след. Итак, минута на расследование. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто будет отвечать? Мы берем помощь клуба. Ах, вы берете помощь клуба? Внимание! Внимание! Капитан распоряжается. Итак, минута помощи клуба своей шестерки. Кто отвечает? Леня Владимирский. Владимирский. Белотрек в Крылазском сделан из лиственницы. Лиственница не гниет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, первая версия. Лиственница, вторая. Кто еще? Кто желает? Прошу вас. Дерево из России. Вот это будет поддержка. Ну, может быть, еще кедр. Из Сибири. Из России кедр. Еще. Еще. Овчинников. Карагай, это может быть тот человек, который первый предложил привезти лиственницу. Карагай, фамилия человека, который первый предложил лиственницу. Еще версии. Другие версии. Другие версии. Другие версии. Так, но с помощью клуба у нас... Галина Нового, прошу вас. С помощью клуба. У нас сформировалась такая версия. Ну, как известно, Венеция, к сожалению, город, который находится под угрозой. Под угрозой того, что он постепенно опускается в море. И сейчас, в общем, под эгидой ЮНЕСКО очень много проектов разных спасений этого города. И, видимо, на поддержку государства, о которой шла речь в вопросе, это поддержка русского, так сказать, и теперь нашего, советского государства. Имеется в виду использование в проектах по спасению Венеции лиственницы, сибирской лиственницы, которая, значит, растет в нашей стране. И, которая была также использована при строительстве велотрека. Это как раз и было при покрытии велотрека в Крылатском. Как раз это, значит, та подсказка, которая должна была навести нас на правильный ответ. Значит, видимо... Так, достаточно. Вы очень и так больше сказали, чем мне бы было нужно. Теперь я должен подумать. Тут тяжелое дело. Я хочу вас спросить, а каким образом лиственница, так сказать, поддержала бы Венецию, как вы сказали? Каким образом? Лиственница не гниет, поэтому из нее можно сделать сваи и вообще любые другие детали, которые находятся в воде. Понятно. Понятно. А те сваи, которые сейчас находятся, они гниют, наверное. Сейчас отвечает Наумова. Вы сказали о будущих сваях. Нет, я думаю, поскольку была... Нет, поскольку здесь еще была употреблена фамилия Карагай, то, видимо, эти сваи и были уже использованы ранее, и сейчас они есть, но просто чтобы так или иначе там идет опускание города, то надо еще, так сказать, несколько приподнимать, может быть, и они нужны еще. Но сейчас уже Венеция во многом, так сказать, наверняка там уже сейчас есть сваи из Сибирской лиственницы. Так, минуточку, я попрошу показать штрафную линию по просьбе Чухлова Сергея из Ленинграда. Он предполагает подсказки. Сейчас вопрос серьезный. Да, он только что позвонил и попросил показать штрафную линию перед тем, как я оглашу правильный ответ. Я оглашу правильный ответ, а потом решу, в чью пользу раунд. Вы совершенно точно пошли от фотографии, на которой написано на обороте, что государственную премию получил Бокщанин за строительство велотрека в Крылатском. Велотрека с деревянным покрытием. Деревянное покрытие. Венеция опирается на деревянные сваи. В конце концов, вы точно определили, что это сваи не только будущие, но, главным образом, и прошлые сваи. И правильно определили, что именно эти старые сваи сделаны из лиственниц. Вот уже 1500 лет Венеция опирается на крепчайший русский пермский карагай. Этот карагай и есть лиственница, а не фамилия человека. Поэтому я не знаю, частично вы ответили на этот вопрос, но правила у нас таковы, что мы не можем присудить вам очко. Вы согласны, Галя? А давайте спросим у телезрителей. Как они считают, что это ситуация? Ну, конечно, телезрители будут за девушек, безусловно. Нет, пока я воздержусь. Перед тем, когда... Да, воздержусь спрашивать у телезрителей. Итак, карагай это лиственница, русская лиственница, которую привозили 1500 лет тому назад. И поэтому считается, что Венеция, прекрасная Венеция, опирается на русский карагай. Итак, счет становится 3-1. Выигрывают телезрители. Итак, телезритель Старовойтов, Василий, гость Москвы. Телефон 438-60-11. Предлагают 3 тома, 3 тома войны и мира для вручения телезрителю за самый оригинальный вопрос. Знатоки сами должны позвонить после игры и сказать, какой вопрос они считают лучшим. Что вы хотите сказать, Долгов? Мы сражаем против ответа телезрителя. Вы вдумайтесь, 1500 лет назад, какая Пермь и какая Русь. Подумайте. Этот ответ проверен. Я могу вам сейчас сообщить источник информации. Секундочку. Но вы подумайте сначала. Внимание. Мы ссылаемся на слова итальянского историка Тентори, который в конце 19 века писал. Благополучие Венеции основано на пермских карагаях. В скобках. Даже после полутора тысяч лет их, сваи, топор не берет и пила не ломается. И это было написано вот тогда еще. Посмотрите энциклопедию, когда возникла пермь и сломан пермь. Кстати, Бокщанин. Обработка и применение лиственницы. За 1982 книга. Прошу вас, прочитайте. А сейчас продолжаем игру. Я прошу вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, к нам в гости сегодня приехал знаменитый знаток. Обладатель хрустальной совы. точнее, фарфоровой улитки, Олег Долгов, профессор Суперского института, Макс План. Здравствуйте, Олег. Как вам игра Валентины? Ну, я думаю, скоро кончится. Как у вас дела, Олег? Более-менее. Очень рад вас видеть. Может быть, что-то произойдет, господин Гусильников. Вы помедитируете. Может, там 13-й сектор или еще что-нибудь. Витебск. Донецк. По стрелке Витебск. Витебск. Против вас играет электрик Игорь Цыкунов, город Витебск, Белоруссия. Уважаемые телезрители, 20 рублей вы можете добавить телезрителю, если позвоните по телефону 995-8108. А каждый ваш звонок по телефону 995-8109 20 рублей убавит. Госпожа Орлова. В 15-16 веках в Италии жил знаменитый Леонардо да Винчи. Вы знаете об этом. Что слышал, да? Он обладал уникальным качеством. Тишина в зале. Смотрел на предметы и придумывал про них загадки. Мы в нашем клубе уже прошли все загадки Леонардо да Винчи. Но стоило им закончиться, в Витебске появился человек, обладающий таким же качеством. Игорь Цыкунов. Леонардо наших дней. Игорь да Витебск. Я бы даже сказал. Вот он. Две загадки Игоря. Вы уже знаете об абонентах МТС. Тогда господин Ливандовский не смог отличиться. Помните, Михаил, этот вопрос. И вопрос о дверях. Игорь Кондратюк, господин Козлов. Тогда вы помните, как раз блеснул на этом вопросе. Сегодня третья загадка Игоря Цыкунова. Внимание, черный ящик. В черном ящике сейчас находится одно известное средство распространения информации, представляющее собой примитивную конструкцию, в которой прямоугольник, благодаря треугольнику, находится в плену у круга. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Барабан, девчонки. Прямоугольник, благодаря треугольнику. А где прямоугольник? Прямоугольник, это вот как бы его средство. А круг вот здесь. Осталось на эти треугольнику. Там от треугольника затягиваю что-то. Распространение информации. Радио. Там-там. А там-там. Треугольный. У там-тама именно треугольный. Как? Нарисую. Непонятно. Прямоугольник, цилиндр. Вот такая у меня получается, значит, в треугольнике держите эти круги. А где прямоугольник? Вот прямоугольник, это у тебя вот, вот он, сечение, квадратик получается. Даже не квадратик, ладно, хорошо, если не там-там, то что, средство распространения взяли. Давай, дели граф, какая-нибудь рамка, не знаю. Прямоугольник меня смущает. Прямоугольник, ну, если с кадром сечения. Преугольник фигурой может как-то быть между кем-кем и кем, три стороны, не как фигура, Минута закончилась, кто отвечает, госпожа Голубева? Тишина? Валентина, кто отвечает? Отвечает Марина Друзь. Прошу, Марина. Мы считаем, что в черном ящике находится там-там. В черном ящике находится там-там. А какую информацию он распространяет? Ну, как известно народу в Африке, это такой примитивный телеграф, по которому можно передать практически любую информацию с помощью звуков тан-тама. Разные звуки, разная информация. И это вы знаете. А что там круг, что прямоугольник, что треугольник? Ну, вот если там сейчас действительно окажется там-там в черном ящике, то мы когда выйдем, можно будет увидеть. Если посмотреть на него сбоку, то плетение, с помощью которого он создается, оно выглядит как треугольник. Ну, соответственно, если смотреть на него сверху, мы видим круг. И если смотреть сбоку, кроме этих треугольников, которые в Африке, мы видим сечение прямоугольников. Вот примерно вот это примитивное изображение там-тама. Здесь вот можно видеть эти геометрические фигуры. Да, госпожа Голуева. Тяжело с вами играть. Зато приятно. Внимание, правильный ответ за то, что? Приятно. Приятно очень. Спасибо. Приятно с вами. И приятно с вами, уважаемый Леонардо наших дней, Игорь Цыкунов. Средство распространения информации. Конструкция, в которой прямоугольник, благодаря треугольнику, находится в плену у круга, это, откроем чёрный ящик, объявление, приколотое канцелярской кнопкой. Прямоугольник — это само объявление. Покажите само объявление. Круг — это шляпка от кнопки, а треугольник — остриё от кнопки. Господин Цыкунов, вы мой друг на всю жизнь. Четыре один. Да, господин Борщевский. Я понимаю, что, конечно, результаты раунда вы не измените, и даже интереснее так, но, по-моему, объявление и кнопка — это не один предмет, а это два предмета. Господин Борщевский, объясняю для вас. Спасибо. Да. Находятся известные средства распространения информации, представляющие собой примитивную конструкцию, в которой прямоугольник, это конструкция, в которой прямоугольник, двое триугольника. Господин Борщевский, вы в этот раз неудачно выступили, но, тем не менее, вы полномочный представитель правительства Российской Комитарной Институционной Суде и хранитель традиций нашего клуба. Голосование закончилось. 34 600 рублей выиграл Игорь Цыкунов. Поздравляю вас. Шестой раунд. Госпожа Голубева, не расстраивайтесь. Да наш ответ гораздо красивее, и вообще мы рады, что господин Цыкунов сможет съездить куда-нибудь и посмотреть на там-там-там. Как там распространяется. Господин Долгов, к сожалению, мы не слышали, что вы сказали. Он сказал, что современный кнопок перевел в немецкого Александра Друзь. Голубева, не расстраивайтесь. Продолжение следует...